ТВ-2 для меня Ну это просто большой кусок моей жизни Потому что я пришел в 97 году 8 лет работал непосредственно на ТВ-2 Потом работал в Томске и работал в медиагруппе И для меня это просто вот моя жизнь Которая по сию пору еще продолжается Правда в ближайшее время, видимо, произойдут какие-то кардинальные изменения И вот как сказать, что для меня там 17 лет моей жизни Жизнь Вот с точки зрения времени огромный кусок А с точки зрения всего остального Это в общем все, что я имею в жизни сегодня Это ТВ-2, это то, что я умею делать в профессии Это люди, с которыми я познакомился И не только в Томске, но и за его пределами Это какие-то эмоции, которые я получил Не знаю, мне сложно объяснить это Вот как объяснить, что такое воздух Чтобы понять, что надо задохнуться То есть тогда ты поймешь, что такое воздух для тебя Если сравнивать, например, город все-таки Скажем, с неким организмом, в котором все взаимосвязано Для того, чтобы он был здоровый, надо, чтобы там все работало ТВ-2, с моей точки зрения, это нервная система Потому что вот все эти болевые импульсы Все сложные ситуации Там часто упрекают, что мы говорим очень много про негатив На самом деле это реакция организма на боль На какое-то раздражение внешней среды Если организм живой, если бы он хотел жить Ему нужно, чтобы эта реакция существовала Потому что, ну, как известно, не беспокоит нас окружающая жизнь Когда мы уже из нее уходим Поэтому мне важно, чтобы, вот мне кажется, важно для города Чтобы такая нервная система существовала Потому что, ну, вот, например Я помню эфир, который был на телеканале «Успеваем» Прямой эфир, он был посвящен истории испанского усыновления Вот это вот, в общем, задолго до всех этих законов Димы Яковлева Жуткая история, когда судья отказала испанской части Установление мальчика И ничто не смогло поколебать ее позицию И вот, завершая этот прямой эфир Я совершенно непроизвольно, откровенно говоря Закончил его словами о том, что я желаю всем нашим зрителям Доброго утра в этот день Вот кроме вот этой женщины Потому что ей доброе утро я желать не хотел Был не готов к этому Чисто по-человечески И выйдя потом из студии Через какое-то время Поймал такси, поехал Вот я сел в машину И таксист ко мне так повернулся Говорит, ты понимаешь Вот она же все-таки Дальше произнес такое, но тяжелое Как умеют водители говорить Складывать слова-то русского языка Выражение И я вот как бы понял Что с этим мужчиной Мы как-то одинаково воспринимаем жизнь Мы как-то находимся с ним Наверное, все-таки в какой-то одной среде обитания Денег, кстати, он с меня не взял за проезд Как я не настаивал Дает с меня до дома, высадил Вот я считаю, что ТВ-2 Это такие нервы города Дело к новому году Поэтому, конечно, вспоминается то, что Лет 10-12, а то и больше тому Назад на телеканале «Успеваем», а потом как бы с участием уже всех журналистов телекомпании ТВ-2 Лиц телекомпании, узнаваемых персонажей Мы снимали фильмы, художественные, сказочные фильмы И они выходили как-то так под Новый год История за Лужко, парабельские музыканты Их было 5 или 6 таких картин Они, в общем, мне кажется, были достаточно смешными Несмотря на мое скептичное отношение к чувству юмора и к себе в том числе Парабельские музыканты Там был такой недюжинный трюковый момент Мне нужно было вылетать Из двери меня выбрасывали в заведение Где нам не удалось найти работу музыкантами Там был сугроб большой И Дмитриев настаивал Это Игорь Дмитриев, продюсер «Успеваем» Тех лет он настаивал, чтобы это все должно быть естественно И вот где-то 3 или 4 дубля я разбегался Я прыгал в этот сугроб Я был весь в снегу То есть я был уже, честно говоря, в хлам мокрый На съемках этой истории Вот наконец он сказал Все хорошо снято Верю, 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 верю А потом вот уже после того, как это все остановилось В этом сугробе нашел вот такой кусок бетона Я до него чуть-чуть не долетел Ну, может быть, пару дублей А так бы Был бы триллер Какой девушке неприятно на руках носимой быть Спасибочки Инструментик ваш, господа музыканты В целости и сохранности В новостях слышал Биоланчель Стригивари по пьянке В щепки разнесли Верите? Заплакал Как можно? Через минуту не сдуйтесь Поврежу опорно-двигательный аппарат Всем Товарищ Мартин Лютер Кинг А, товарищ Мартин Лютер Кинг Нам бы к трубару аккомпанировать Да-да, без аккомпанемента он не полный ансамбль Ну и Новый год все-таки Людей сплачивает Понимаю Недокомплект Печально Значит так Ваш опорно-двигательный аппарат Цел останется Но до свидания Как же так, Осликов А как же Новый год А кой-ка место А жизнь на сцене Это ничего, Петруша Это жизнь Мы свое призвание не забудем Смех и радость мы приносим людям Нам дворцов заманчивые своды Не заменят никогда свободы Не заменят никогда свободы Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла Вердеть! Я все прощу! Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла Е-е-е-е! Марвин, Людер, Кинг! Здесь я бессилен, мадам. Это Новый Год. Это любовь. ТВ-2 для меня это такое сложное сочетание искренней любви, это постоянный нерв и это такое невероятное бурление. ТВ-2 это водоворот. 9 лет назад он захватил меня, он захватил десятки моих коллег, и он постоянно держит напряжение нашего зрителя. И это все потому, что на ТВ-2 нет равнодушных людей, здесь у всех горят глаза. ТВ-2 это живая жизнь. Как связаны Томск и ТВ-2? Это все равно, что спросить, как связаны родители и дети. Крепко связаны. Я Томичка, я родилась в Томске, и лет в 12 я смотрела вот эти вот ужасные фильмы, которые на заре туманной юности крутила телекомпания ТВ-2. Потом я просыпалась под программу «Успеваем». Потом, закончив факультет журналистики и став журналистом, я не очень хотела приходить в час пик. Но я, конечно же, здесь оказалась. Потому что ТВ-2 это эпицентр внимания, это эпицентр городской жизни. И все, кто живет в Томске, они всегда и везде с ТВ-2. Второй сезон в эфире ТВ-2 выходит программа «Ближе к делу». Программа о бизнесе и людях бизнеса. И вот в этой студии мы, я и мои коллеги Александр Красноперов и Сергей Колотовкин говорили с десятками томских бизнесменов. У кого-то маленький хостел, у кого-то большой завод. Но все эти люди, они герои уже потому, что осмеялись открыть свое дело. А потом развивали его зачастую не благодаря, а вопреки нашим российским обстоятельствам, налогам, законам, чиновничьему беспределу. И вообще часто меняющимся обстоятельствам. И менялись они, конечно же, не в пользу бизнеса. А наши гости, они умудрялись и умудряются через все эти скалы и рифы российской экономики проводить свои маленькие кораблики. Они создавали, они создают, они разрушают. И нам, мне, Саше, Сереже, было крайне важно звать именно таких людей, говорить именно с такими людьми. И показывать этими разговорами, этими интервью, что и сейчас можно создавать, и сейчас можно брать на себя ответственность и начинать свое дело. Мы работаем на сержанта, который стоит на дороге. 90% мы работаем на сержанта, потому что водителю выгоднее заплатить взятку сержанту, который это контролирует, и ехать дальше. Если бы не замужество и не поиск платья в Томске, а потом в Новосибирске, а потом в Москве, возможно, этого бизнеса бы и не было. Вот ты едешь на этом самом грузовичке, перегораживает тебе дорогу иномарка уже тогда, все стекла затонированные, выходит оттуда такой мужичок. Вы, ребята, знаете, что мы тут контролируем? Вот вы заезжаете, у вас там мира Томске, а вот к нам приехали в Кузбасс. Ну да, конечно, в пределах разумного. Пишет такую бумажку, коревым почерком, внимание уделили. То есть, если вас потом останавливают, вы уже эту бумажку показываете, что вы уделили внимание. Мыши не едят, потому что у них нет потребности есть пенопласт. Зачем им его есть? Потому что он не является биологически разлагаемым материалом, им невозможно наесться. Улыбайтесь так же, пусть вам работа доставляет такую же желудок. Вы нас просто заразили с каким-то таким отношением. Удивительно, совершенно редко, когда... Приходите все. Кого заразило? Это как когда ссылка улыбок в одной программе. Спасибо вам большое. Спасибо. Странный вопрос. Что для меня ТВ-2? ТВ-2 — это моя жизнь. Мне 52 года, из них 24, я работаю на ТВ-2. Что для меня ТВ-2? Я себя больше нигде не вижу, не чувствую. Обидно за коллектив. Такой коллектив собрать очень тяжело. Я там не говорю о профессионализме, я говорю просто о дружеских качествах. Куда люди эти пойдут, если вдруг ТВ-2 не будет, я не знаю. Даже тяжело что-то поставить, я сам не знаю, что я буду делать. ТВ-2 ТВ-2, наверное, для Томска это ребенок, которого этот Томск, по сути, взрастил. И такими мы стали, потому что мы жили в этом Томске, потому что Томск таким был. Это его ребенок. Вспоминается первая, самая запомнившаяся история. Для меня она была самой первой такой историей, это испанское усыновление. Возможно, оно там было снято как-то непрофессионально, но это было честно. Мы эту историю проследили от начала и до конца, до того трагического конца. Начало-то было какое, испанские родители приехали. Ну, это вот, это встреча испанца с мальчиком. Я думаю, что любой человек, увидящий это, будет сопереживать. Потому что это была не игра актеров, это была жизнь. Для меня ТВ-2 это, прежде всего, профессия. Я полтора десятка лет проработала в государственных СМИ, на телевидении, радио, в газете. И все они были коллективным пропагандистом, агитатором и организатором. И все время рассказывали людям, как они должны относиться к мировому империализму и проискам пятой колонны. И вдруг начались времена, когда люди начали рассказывать власти, что они думают о том, другом или третьем. В том числе, о происках мирового империализма или о пятой колонне. И эта возможность была. И это вот счастье жизни, что мне выпало поработать в такой профессии. Я думаю, что и для города ТВ-2 это новости. Это возможность рассказать власти о том, что думает город, что думают рядовые томичи, и что думает каждый. И, в общем, мы давали всем возможность выразить свое мнение. И именно в этом ключе развернулась история несостоявшегося испанского усыновления в Северске, когда люди думали и говорили одно, а власти думали и делали по-другому. Эта история, она затронула меня до глубины души так же, как и зрителей. Потому что в ней все было искренне. В ней были искренние испанцы, в ней был искренний мальчик. И противоположная сторона тоже была достаточно искрена. Я считаю, что ребенку будет лучше там, где он живет. Вообще существует даже, знаете, старая русская поговорка, где родился, там и пригодился. И los niños son el futuro de Rusia. А дети это будущее России. Y quieren un futuro de niños, de un orfanato. Y quieren un futuro de niños, de un orfanato. Y quieren niños por la calle, alcohólicos. Y quieren eso. Они хотят быть, чтобы они стали алкоголиками. La culova no piensa. A culova no piensa. No piensa, esa mujer no piensa. Esta mujer no piensa. Esta mujer no piensa. Esta mujer está haciendo mucho daño. Ella делает столько daño a nosotros y al niño. Y esto fue el primer caso, cuando TV2 y el pueblo se desplazó en un paro. Y eran emociones, así que las emociones, así que las emociones que se desplazó. Pero, a сожалению, no se desplazó. Y, en general, en el primer caso se desplazó con lo que estamos viviendo ahora. Cuando la gente y la la es no lo mismo. Prámos, no lo mismo. Y cada año se desplazó todo lo que se desplazó. Pero eso no significa que nosotros deberíamos ser другos. No. Nosotros, los que somos, somos el futuro de la televisión y la televisión. ¿Qué para mí TV2? Para mí TV2 es la mitad de mi vida. Ahora me hace 46 años. Ahora mi telecompanía 23 años. Vesno era 24 años. Vesno era la mitad de mi vida. Vesno era la mitad de la televisión y trabajaba en la televisión. Y, por supuesto, para mí TV2 es, primero, la comunidad de la televisión. Es la gente, con los que yo he trabajado. La gente era la complicada. Y, con los que yo he trabajado. Y, con los que yo he trabajado, pero bueno, todos son las oportunidades. Когда у нас были какие-то радостные моменты, мы выигрывали конкурсы или просто наши внутренние праздники, мы все собирались вместе, и это было очень тепло и душевно. Самая запоминающаяся история для меня, конечно, это был конец 90-х, начало 2000-х. Я тогда работала экономическим журналистом в программе «Час-пик» и внимательно следила за историей, когда и ЮКОС пришел в Томскую область, и за развитием газовой программы. Для меня это такие были постоянные командировки. Вместе с ЮКОСом мы летали на открытие новых месторождений, смотрели, как устроен быт нефтяников. Нас все время приглашали на пресс-конференции с Михаилом Ходорковским. Тогда компания ЮКОС старалась быть открытой компанией, и со всех регионов, где присутствовала эта нефтяная компания, приглашали журналисты. Будь то город Нефтьюганск, Томск, Сызрань, везде, где были подразделения ЮКОСа, отовсюду обязательно приглашались региональные журналисты. Поэтому я была в курсе жизни двух крупнейших компаний нашего города – ЮКОСа и Восток Газпрома. И, конечно, одним из таких глобальных событий, которые были для Томска и для Томской области, если говорить в хронологическом порядке, это было открытие мыльжинского месторождения. Поздравить томских газовиков с этим эпохальным событием непосредственно на месторождение прилетели первые руководители Газпрома во главе с председателем правления Рэмом Вяхеревым. После небольшой, но деловой экскурсии по промыслу Сергей Жвачкин первым поблагодарил всех, кто принимал участие в газовой программе. Я думаю, что говорить сегодня много слов не надо, потому что у нас за спиной, то, что у нас есть за спиной, вот этим мы уже все в своем сказали. Поэтому разрешите мне, прежде всего, конечно, поздравить всех вас с нашим действительно большим праздником, потому что мы не просто запускаем месторождение, а открываем здесь совершенно новые офисы для этого региона. Глава Газпрома, высоко оценив успехи наших газовиков, тем не менее добавил, что всю область они, конечно, содержать не могут, но помогать нам будут. Наш губернатор в ответ на эту ремарку отшутился, что, собственно, большой помощи мы и не требуем. Если процентов этак на 90 Газпром будет содержать нашу область, то и этого будет достаточно. Кроме того, Виктор Крест подчеркнул особое значение газового проекта для жителей северных районов. У нас действительно сегодня большой праздник. Жители вот этого самого большого района нашей области, Каргасовского, вот этих населенных пунктов, здесь они ждали этого дня несколько десятилетий. И благодаря тому, что сюда пришел Газпром Грэм Иванович Мякерев со всей мощью, вот это событие стало на сегодня возможным. Для компании ЮКОС мы в начале 2000-х были такими противными журналистами. Мы все время их допрашивали с пристрастием, почему у них такие цены на нефть, сколько они налогов оставили в Томской области, что они сделали хорошего вообще для томских вузов, для томских жителей. И все время на эти вопросы Михаилу Борисовичу приходилось отвечать. Я, конечно, запомнила один из таких эфиров, который я вела тогда сама, мне было очень страшно, я никогда в кадре не сидела. Но, тем не менее, я как-то справилась с этим волнением. И вопросы, в общем, по большинству были все для Ходорковского неудобные. И вот вы только что вернулись со встречи с губернатором, если не секрет, о чем шла речь? Ну, это же я говорил про 99-й год. В 2000 году мы договорились с администрацией области о том, что вне зависимости от цены, то есть даже если цена понизится, мы заплатим тот объем денег для бюджета, который предусмотрен в бюджетном плане области. Но на сегодняшний день, поскольку цена держалась хорошо, губернатор поставил передо мной вопрос, чтобы мы немножко доплатили. Хотя на самом деле мы уже заплатили больше, чем договаривались. Ну и что вы ответили? Ну что, так сказать, очень трудно отказывать, когда на тебя так дают. Я думаю, что мы нашли согласованное решение, которое удовлетворит область и, с другой стороны, не нанесет слишком большого ущерба компании. Тогда было трудно предположить, как все в этой жизни может перемениться. Ходорковский, успешный бизнесмен с лучшей нефтяной компанией, с одной из лучших нефтяных компаний в мире, сел в тюрьму. Другой, не менее успешный руководитель газовой компании, после 10 лет работы в Краснодарском крае, возвращается в Томскую область и возглавляет ее, становится губернатором. Это еще раз доказывает, что наша жизнь может быть неожиданно, непредсказуема. И как все изменится или перевернется, одному Богу известно.